Весна на дворе. И в эти теплые весенние дни хочется говорить о красоте. У нас сегодня в гостях Галина Тимцуник, основатель учебного клуба «Багаж», дипломант двух конкурсов мира по классу боди-арт и стилист. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня о модных тенденциях. С удовольствием. Подиумов. Ну, естественно, давайте начнем с цветов. Цветовые гаммы, которые предпочтительны в одежде. Мы вот в прошлый раз тоже с вами говорили о том, что очень важно, мы говорили с вами о мейкапе, о модных тенденциях, что нельзя отделять мейкап от общего стиля, от одежды, которую он диктует. Это единое целое. И поэтому мы сегодня с вами будем рассматривать цвета не только как отдельная одежда, или мейкап, но мы будем рассматривать стиль, как единый образ. Ну, в прошлый раз мы говорили об осени, а сейчас уже весна. Да, а сейчас мы уже говорим о весне. Я бы хотела наметить несколько... Я не могу выделить вот один цвет, как это было осенью, который был самый популярный. Сейчас существует несколько линий. Эти линии параллельны, и все они актуальны. Одна из этих линий, конечно же, она рассказывает нам о том, что весна пришла, и какое у нас прекрасное настроение, пробуждает у нас силы жить, сделать что-то новое, что-то прекрасное. Конечно, это тема цветочная. Мы наблюдаем, что очень многих дизайнеров, они посвятили свое творчество именно цветочной теме и в одежде, и в мейкапе, и в аксессуарах, и это всевозможные цветы, всевозможные сочетания. Романтичные образы. Романтичные образы, да. Какие цветущие женщины, как цветок. Струящиеся платья длинные, или какие-то блузы, но обязательно множество разных цветов. Это присутствует очень многих дизайнеров, и является такой... Красная линия проходит через все показы. Соответственно, в этом мейкапе выступает как главным цветом розовый, потому что розовый цвет... Не яркий, наверное, а пудровый какой-то. Вы знаете, и розовый всевозможные, всевозможные. Но именно в этом мейкапе он присутствует как освежающий, как символ бутона, да. И в этом году самый популярный новый продукт, который изобрели, он тоже очень во многих марках присутствует. Это продукт, в котором в одном совмещены и блеск для губ, и румяна. Если раньше все визажисты использовали помаду, да, помаду... Это такой был трюк. Трюк, который придумали визажисты для того, чтобы помада совпадала с цветом румян. И мы слегка наносили, вот еще использовали помаду, как освежить, чтобы лицо. И чтобы было совмещение цветов. То на сегодняшний день придуман продукт, который, он усовершенствован, и он является и как румяна, и как блеск для губ. Что он нам дает? Вот эта мягкая текстура, увлажнение лицу. Увлажнение лицу. Сияние. Сияние. Потому что мы будем говорить, продолжать говорить о том, что один из самых, на пике своей популярности, именно свежее лицо, которое сияет, а мы слегка влажное. Как бутончик. Ассоциации, утреннее наше лицо, весеннее лицо, которое с улыбкой. И, естественно, оно свежее. Совершенно верно. Поэтому вот такой продукт, это продукт номер один. Я не могу сказать, что он суперновый, но он получил настолько большое развитие, что можно сказать, что это продукт номер один этой весны. Ну, это и экономно, с одной стороны. Да, да. Это еще диктует образ нашей жизни. Нам нужно минимум всего иметь, но максимум получать результаты. Да, совершенно верно. Например, еще такой появился новый вид мейкапа. Например, все мы знаем, что такое смоки айс. Но в этой весной будет самый популярный – это розовый смоки. Да, это совершенно необычно, очень смелое решение, но оно потрясающе. Из оттенков розового? Именно ярко-розовый цвет, косного. Что такое смоки? Да, это дымка. Там мы могли использоваться фиолетовые, зеленые, синие, серые. В общем-то, должно было создаться впечатление рассеянного дыма. В этот раз мы делаем это с помощью розового. Мы растушевываем мягко-розовый. Конечно, мы туда добавляем черный, чтобы подчеркнуть глаз. Но, тем не менее, вот такой розовый смок – это один из новых мейкапов, самый популярный этого сезона. А стрелки? Нужна ли нам геометрия в этом сезоне? Например, Дольче Габбаны. Дольче Габбаны, да, они обожают стрелки, потому что они представляют итальянский стиль. Кстати, тоже используют очень много роз у них, очень много цветов. Мне кажется, у них всегда они безумно любят. Поэтому, конечно, они используют стрелки, потому что стрелки – это такой символ итальянского стиля. Но они сочетают эти стрелки с ярко-красной помадой. Это их фишка, это их стиль. И, наверное, теней не должно быть, если такой макияж допустим. Они могут использоваться, ну, как легкая коррекция века. Да, вот как легкая коррекция века. И это немножко не совсем такой голливудский мейкап, это больше итальянский мейкап. Расскажите, пожалуйста, о других линиях, ведь наверняка это еще зависит от характера женщины, да? Потому что не все любят цветочки и кружева. Не все любят цветочки и кружева, да. Для этого существует еще одно направление – это натуральное направление, где используются натуральные ткани. И все они используются в бежевых оттенках. Любая шкала бежевого, начиная от молочного, заканчивая насыщенно коричневыми цветами. И ткань обязательно натуральная. Это могут быть геометрические формы, большие карманы. Это не обязательно по фигуре. Это может быть чуть больше, чем фигура. Ну, в общем-то, призван он для того, чтобы придать максимально близость к природе. Да, вот близость к природе, именно к натуральности, к натуральным компонентам. А сейчас, кстати, знаете, я заметила, что очень модно, наверное, да, это какие-то продукты из леса, это и цветы из леса, которые мы все очень хотим. Наверное, в лес мечтаем об этом, когда мы попадем в этот зеленый, свежий лес. Наверное, такие же тенденции диктует нам мода и в одежде. То есть нам нужно что-нибудь простое максимально, при этом это будет очень стильно выглядеть. А с обувью как здесь? Это какие-то кроссовки, наверное? Обувь, разнообразие, просто уйма вариантов, да. Это могут быть и кроссовки, и лодочки. Например, Шанель очень любит лодочки. И каблук. Это все зависит от вашего личного вкуса. Но здесь отдельная линия мейкапа, да. И здесь приветствуется максимально натуральный мейкап. Допускаются ненакрашенные ресницы. Главное, чтобы лицо сияло. Вот это самое главное. Допускается легкая коррекция, очень прозрачный тон. И вы можете красить ресницы или не красить ресницы. И внутренняя века подчеркивается таким бежевым карандашом для того, чтобы убрать розовый налет. Внутренняя века у нас всегда идет с розовинкой. Мы прокрашиваем таким бежевым, не белым именно, а именно таким бежевым карандашом. Чтобы, в общем, стиль был максимально натуральный. Такая лесная фея, да? Да. В натуральных тканях. А третья линия? Черно-белая. Как ни странно. Ну, может быть, это и не странно. Но белый цвет будет очень актуален. Белый цвет или бело-черные сочетания. И здесь тоже совмещается с мейкапом яркие губы. Совершенно никакого акцента ни на брови, ни на глаза. А яркие губы, умеренный тон, сияющее лицо, слегка увлажненное, и яркие губы. Я верю, что очень важно сиять. Да, да. Скажите, как быть с прическами? Нужно ли специально подбирать под эти стили определенные какие-то себе прически? Если мы будем говорить о стрижках или о длине, ну, сегодня прекрасное время, когда мы подбираем то, что подходит нам по нашему темпераменту. Модны и стрижки, и длинные волосы. Если мы будем говорить о длинных волосах, в принципе, легкая какая-либо накрутка или даже прямые волосы. И в моду входят хвосты. Да, разнообразные хвосты – это тенденция этого сезона. Цвет волос. Тоже можно играть? Можно играть, но если выделять самые актуальные, я бы сказала, вот если мы возьмем янтарный камень и будем рассматривать его оттенки теплые, да, это такие бежевые, коричневые, слегка с рыжинкой, да, если мы будем смотреть на солнце, разглядывать этот камень, вот так бы мы хотели сымитировать цвет волос. Вот эти переливы янтарного камня – это тоже одно из самых актуальных направлений именно в волосах. И все это можно реализовать ведь, правда? Конечно. Не стоит наше модное. Ну и, конечно, розовый цвет, который будет актуален, розовые пряди или какие-либо слегка фиолетовые или розовые, разные оттенки, они тоже будут в моде. Это больше для, где-то для молодежи или для того, чтобы проявить какую-то свою индивидуальность или более такой кричащий образ, мы можем использовать розовые оттенки, да. Что касается аксессуаров, ведь каждая одежда тоже предполагает наличие сережек, браслетов, да, каких-нибудь аксессуаров, платков, которые помогают нам дополнить наш образ. Нужны ли они в наших трех случаях? Давайте тоже поэтапно рассмотрим. Обязательно. В первом случае это, конечно же, цветы в любом проявлении. Это цветы и на шее, и... Мне кажется, я определилась. Да, да, вы сегодня просто, я бы хотела вас отметить, ваш стиль сегодня, вы просто подготовились и очень актуально выглядите. Спасибо. И мейкап, и аксессуары, и одежда. Спасибо. Это могут быть и на руках бутоньерки, это могут быть и броши, это могут быть какие-то платки вокруг шеи, это могут быть какие-либо заколки массивные или мелкие в волосах. Да, это все приветствуется, это все номер один. Также будут в моде легкие перчаточки такие, беленькие, совершенно из натуральной ткани, именно не кружевные, а именно из натуральной ткани, белые перчаточки тоже входят в моду. А почему? Что это дает? Это дополнительная изысканность. Просто изысканность. Это будет очень изысканно. Если у вас белое платье в стиле Хлоя, да, и вы можете вполне добавить сюда белые перчаточки. Но это не возврат такой в 60-е или в прошлом веке? Нет, я думаю, что нет. Нет, это просто такое, я думаю, что это новый подход, новый подход вот этой натуральности, чтобы подчеркнуть. Все же вот элегантность, мы смешиваем стили, да, широкие плечи, не всегда подчеркивающие фигуру одежды, а наоборот чуть больше. И к этому хочется добавить какой-то элемент, который соберет, да, который сделает это все элегантным. Я думаю, что перчаточки – это именно вот тот самый компонент, который все это соберет. Во всех трех вариантах можно нам носить такие аксессуары? Или же все-таки второй, третий предполагает что-то другое? Ну вот белые перчатки – это скорее третий стиль, где мы используем ЧБ или просто белую одежду. В первом случае это, конечно, массивные украшения, крупные сережки или цветы в виде цветов. А средний вариант вот такой натуральный, там на самом деле очень минимум украшений, совершенно минимум, там акцент идет больше вот на эту натуральность, на ткань, на чистоту, ничего лишнего. Там, где я бы посоветовала там не перегружать этот образ, а оставлять его максимально натуральным, да. Мы помним, мы говорили с вами, что мы даже можем не красить ресницы. Да. То есть до сих пор можно не краситься? Боже, как прекрасно. Как бы еще так… Я не сказала, что можно не краситься. Я себе просто представила, знаете, просыпаешься где-нибудь в лесу, в образе, свежий такой, как раз можешь не накраситься, надеться в такую свежую легкую одежду и пойти гулять, собирать подснежники. По-моему, это прекрасно. Это, знаете, это немного из разряда иллюзий. Это когда мы смотрим какой-то фильм, и главная героиня просыпается утром, и вроде бы она такая, вот она утром проснулась, какая есть, да, не накрашенная, на тюрель. Но на самом деле там поработало достаточно много стилистов для того, чтобы произвести впечатление вот этой свежести. То есть над этим еще надо работать и работать? Да. Если вам кажется, что вы свежи, быть может, стоит еще раз оценить себя в зеркале? Ну, на самом деле, все это стало намного легче, чем было раньше. Да. Мы стремимся больше к натуральности и подчеркивать свежесть. Поэтому мейкап стал проще, проще в плане изыскания больше. Есть ли какие-то ошибки, которые обычно допускают модницы при выборе себе одежды, макияжа, прически? Какие-то такие вещи, которые можно считать маветоном? Всегда считается маветоном, если вы не подобрали правильно помаду и румяна вместе. Если они друг друга, если они как бы ссорятся друг с другом, да, если они не подходят друг другу. Вот это самый главный маветон, который бы я предпочла, чтобы наши женщины больше уделяли этому внимания. Поэтому вот и создан продукт для того, чтобы облегчить нашу жизнь, да. Когда у вас один продукт, вы точно не ошибетесь. Вы точно не ошибетесь. Какие чаще всего вопросы задают у вас на ваших тренингах? Вы ведь проводите и мастер-классы, да, и приходят девушки обычные, не специалисты, которые хотят знать, как краситься каждый день. Какие вопросы задают они чаще всего, и что вы им обычно советуете? Первый, самый актуальный вопрос. Как выглядеть молодой, свежей и привлекательной? Как сделать мейкап, чтобы это было минимум заметно? Как выглядеть романтично и чувственно? Конечно, но вопрос, который нравится больше всего мне, который мне по душе, да, это как мне проявить свою индивидуальность? Как мне разобраться, что во мне есть? Все женщины красивые. Все, без исключения. Нет некрасивых женщин. Просто у каждой есть свой стиль. У каждой свой темперамент. У каждой свой образ жизни. Представление. Какие-то критерии, по которым она живет. Если мы сможем это разобрать, поднять, найти, мы сможем найти тот стиль, тот индивидуальный, который будет ее подчеркивать, который будет с ней гармонично смотреться, тогда такая женщина будет в гармонии. И это будет самое главное. Потому что тенденция, это мода, это, я говорила и в прошлый раз, я их очень люблю, тенденции, я слежу за ними. Но есть такой момент, чтобы они еще подходили вашему внутреннему. Вот даже сегодня мы с вами обсуждали три разных направления. Каждая женщина может выбрать модную тенденцию, которая подходит ее сердцу. А может менять их. А может менять. В зависимости от настроения. Да, это тоже такая черта характера. Когда хочется что-то поменять, будет другой, сегодня одной, завтра третьей. Есть женщины более постоянные, которые используют один и тот же стиль все время. Почему нет? Галь, спасибо большое, что вы пришли к нам. Мне хочется поздравить вас с прекрасным весенним праздником и в вашем лице. Всех наших телезрительниц, которые нас смотрят сейчас. Конечно, хочется пожелать, чтобы каждый день был праздник. Как минимум в душе у нас, чтобы мы всегда его ощущали. Я напоминаю нас в гостях Галина Тимцуник, основатель учебного клуба «Багаж», дипломант двух конкурсов мира по классу боди-арт и стилист. Спасибо большое. Поговорили мы сегодня о весне, о модных тенденциях, которые к нам пришли прямо с мировых подиумов. Это была программа «Добрый день на седьмом». В студии провела ее с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин